всем привет с вами негатив сегодня будет обзор турнира надежный напарник первый бой у нас против легала карта царь горы разберем сегодня все три карты давайте затягивать не будем на x5 отмотаем суть этого турнира многие уже играли не раз в него кто не играл в общем у вас вот здесь расположена база здесь расположен ваш бот напарник который независимо от вас развивается и на определенном тайминге высылает свою армию туда вот на центр и уже сам решает кого атаковать либо вашего бота точнее вашего соперника либо самого соперника идет развертка собрали ящики третий штаб у нас уже на подходе произвожу дикобразов улучшаюсь до ягуаров пошел я уже в четвертый штаб таймингом две минуты доставляем цске в этом бою легал я так думаю тоже подбирал тактику потому что против моего друга напарника в предыдущем бою он сыграл совсем по-другому нежели в этом бою то есть это пробный этап подготовительные здесь все искали тактику я вчера тоже два боя проиграл первый крашеру вообще там по глупому сыграл и отлетел я от молотков 23 ранга против ассасина гамлет играл на аккаунте и вот видим то что легал тоже решил рашить моего бота на 4 минуте молота пехом тем временем у меня на базе кроме дикобразов ничего нету производится первый хам производится первый ягуар я доставляю казармы и принимаю решение как бы молота пеха спокойно отбивается обычными стрелками главное количество тут еще вот его начинает меня одолевать в общем вот эту вот армейку я отправляю на подмогу своему боту потому что ему еще отбиваться по факту просто напросто нечем а потерять на таком тайминге боты это большие проблемы в общем пригоняют сюда такой отрядик штурмовики один ягуар пару дикобразов и пытаемся прогнать все это дело свалил он штаб моему боту то есть вот сейчас ценное время не будет производить своих юнитов ну и в общем отгоняя весь этот молота пеха тайфун здесь палочничал добрать тайфуна хотел в результате сейчас потеряю скорее всего дикобраза ягуара я все-таки спасу а дикобраза одного потерял в общем бота мы отбили кое-как если у него осталось хотя бы одно здание значит рано или поздно он восстановится здесь приезжает вот еще вот конфедерата благо у меня остался один ягуар сейчас перегруппируемся опять он приезжает сюда молотками молотков много я присылаю сюда весь свой спам ну а тем временем я вышел в кречет потому что молота пех этим нужно отбивать и произвожу и гхм здесь решил зафокусить сначала тайфуна от первого выбиваю как-то выбился он легко я сначала подумал то что можно наверно выбить все остальное но в результате я сейчас потеряю по моему кречет но молотков и отбиваю здесь помогают снайперские вышки от бота есть там пять молотов осталось ну и я по-прежнему спамлю сюда пехоту а и гхм уже начинаю полноценно копить здесь в общем здесь решил еще вот этого тайфуна помучать пинг тоже в этом бою маленько подводил но в результате не добивая даже этого тайфуна теряю кречета оставил пехоту здесь и опять идет бот от конфедерата на моего бота прессуют они его ну а я решаю вот таким вот отрядом про атаковать зеленого бот здесь по-прежнему клепается и гхм поставил я второй завод штурмовых машин на всякий случай и произвожу кречета чем конфедерат прилетел сюда своим вертексом но здесь и дикобраза по моему есть несколько штучек один похоже ну и начинает он здесь прессовать моего бота уже зевса града тайфуном плюс остатки молотков и помогает вертексом по-прежнему спамлю сюда пехоту армии не так уж и много ну а сам начинаю пробивать зеленого бота то есть нам нужно сейчас разменяться хотя бы чтобы боты нам не мешали играть потом друг против друга клепаем и гхм по-прежнему улучшаю потихонечку 2 завод потому что молотков чтобы отбить нужно много ягуаров ну а сам потихонечку прессую здесь заводы нужно повыбивать чтобы вот тоже не производил технику которая мне мешает здесь вроде даже как-то отбился вот брони броники бот делает плюс игры у меня здесь два дикобраза от вертексов стоит ну и куча пехоты от молотков и зевсов в общем заводы я боту по выбивал и гхм здесь уже солидный и видим то что здесь идет уже приличный отряд зевса града начинает он валить опять же продолжает точнее моего бота я валю его бота ну и я поднимаю здесь вот три кречета принимаю решение помогать своему боту выбиваем тайфуна здесь поднялись вертексы сейчас скорее всего я пойду на отступление дикобразов отвел вот сюда вот вертексы здесь под ними получают опять же свои самолеты отправляю сюда обратно начинаем накидывать по этой армии ну а по мини карте видно то что зеленого бота я потихонечку тоже сминаю и мы в принципе размениваем ся ботами одновременно здесь циклоны пошли на подмогу то есть будет засвечивать циклонами меня и соответственно помогать вертексами вот что и происходит в принципе диких здесь мало в этом отряде две штуки всего лишь одного уже выбивают ну и я принимаю решение отступать потому что сейчас он иначе перебьет таким макаром всю мою армию миллион кстати почему-то опять какая-то задержка пошла поднимаю здесь уже своих кречетов здесь вот по моему одного самолета даже сбили моего бота он уже в принципе снёс но ничего страшного то есть у нас 4 кречета его бота мы тоже разобрали торов я пока что еще не видел то есть игрок в третьем штабе явно был то есть вертексы плюс зевс игра неплохая на самом деле тактика но молот и на самом деле эффективнее лечу сюда на разведку нужно проверить пойдет он на меня в атаку или нет тайфуны оказались позади здесь я догоняю все это дело размениваемся тут авиациями дикобразов уже все-таки побольше и x базы сюда выгоняю включаем свежий хамелеон ну и занимаем центр выслал он сюда вот пехотинцев как разведку здесь тоже пару пехотинцев я оставил чтобы не заехал он ко мне ну и иду все этой армады уже в атаку тянуть нельзя давать ему развиваться захожу отсюда видим там несколько градов раскладываюсь на более-менее безопасной дистанции поднялись вертексы я включил голд воздух из вертекса сразу получили начинаем валить ему вот этих пехотинцев тут часть зевсов получает административку видим там всего лишь три града по моему и сейчас задача дождаться когда они отстреляются подъезжаем вплотную раскладываемся фокусим градов все все грады уже кончились поднимаются вертексы но я говорю дикобразов здесь уже море считая пока что не вижу зевса начинают умирать вертексы падают разумеется до заказ у меня идет весь на центр стреляет он принудительно там но весь и хамелеонов много и в принципе все вот выехал щит но это уже довольно таки поздно то есть появляется первый торф выбивает у меня два хамелеона сразу но база уже пробита то есть обороняться здесь просто-напросто нечем и на этом бой заканчивается смола кстати проиграл я ну крашеру вы видели возможно на его канале бой я там вообще по-глупому сыграл проиграл ассасину тоже по-глупому то есть молотками у меня на самом деле убил ребята конфедераты то есть подумайте в принципе неплохая тактика но требовательных контролю у двоих потом не получилось эта тактика давайте сейчас переходим к следующему бою разбор следующей карты 2 карта в этом тур деле это земли мая играем против индивиду в этом бою давайте опять не будем затягивать развертку сидят сбор ресурсов бежим на центр ящики собираем сбор прошел неплохо дальше разбегаемся по краям по краям тоже собираем здесь еще ящики учитывайте вот на этих буграх лежат ну и тактика приблизительно та же самая то есть выходим в третий штаб сейчас сразу же пойдем в 4 2 минута здесь бот у нас разведал то есть авиазавод ставится завод штурмовых машин улучшается по моему и третий штаб был к этому моменту то есть стандартная тактика конфедерации доставляем cs ки производим несколько дикобразов ну и выходим в первую очередь естественно в егэхам то есть крашеру я проиграл потому что не пошел на бота решил поэкспериментировать чисто через егэхам отыграть не совсем рабочая тактика я считаю без авиации никуда потому что явно здесь за 78 минут вы не управитесь а затяжной бой в любом случае приведет к торам поэтому думайте как их контрить то ли альбатросы то ли кречиты то ли дикобразов 20 штук на центре ставить тут каждый для себя решит это сам ну и в общем шестая минута иду я на бота начинаем здесь вот ну сначала подъезжаем он агрится выбиваем его армию в первую очередь и потом уже будем подъезжать пробивать саму базу здесь тем временем выхожу до альбатросов и по-прежнему производим егэхам до заказ сейчас буду отправлять вес сюда начинаем пробивать здесь вертексы пытается он подловить меня на посаженном хамелеоне и здесь по миникарте я вижу то что конфедерат идет на моего бота который тоже еще не окрепший и явно этих зевсов он здесь ну не затащит своими койотами не при каком раскладе помочь мне ему просто-напросто сейчас нечем то есть там посылать одного ягуара и 1 хамелеона вот это все дело встречать смысла я не увидел я решил полноценно разменяться ботами подъезжает у нас свежий хамелеон понимаю по таймингам что конфедера довольно таки быстро развивается начинаю потихонечку здесь мансить потому что я жду торов явно они будут раз вертекса были и вот появляются первый тор бомбит на старую позицию через всю карту бомбить довольно таки тяжело ну а я опять раскладываюсь у меня где-то там секунд 30 в принципе есть пострелять поднимаются вертекса получают от дикобразов он здесь тоже потихонечку давит моего бота то есть в принципе если бы конечно одного хама пару ягуаров сюда прислал я бы наверное отбил бы своего бота но моя задача была все-таки вынести бота конфедерата здесь кстати про бомбили торы то есть частично он попал выбил там пару дикобразов ну и я постоянно постоянно повторюсь катаюсь до заказ я уже весь на центр начал отправлять здесь у меня садятся оба хамелеона и я быстро нагруппируюсь до заказом включаю здесь свежий хам чтобы он меня не подловил снова здесь пробомбил тором вот сюда на отступление промахивается сам он здесь тоже уже вышел и в щит добивает тихонечку моего бота ну а я добиваю потихоньку бота конфедерата тем временем соответственно на базе я потихонечку клепаю альбатросов здесь разведка доказывают докладывает что опять летит тор снова я постоянно на разведке маневрирую тор бомбит опять мимо снова переезжаем сейчас будем раскладываться валим продолжаем валить точнее бота здесь такая же ситуация то есть штаб он выбил заводы выбил мой бот сейчас просто беззащитен извиняюсь снова переезжаем видим что снова вылетел торт здесь хорошее попадание но тор одиночный то есть не пробивает он ягуаров но они все остались полудохлый продолжаем кататься до заказ вот сюда вот прислал с этой стороны начиная бота пробивать но вылетели два тора здесь полностью мимо поднимаются вертексы но здесь хамелеона и дикобразов много вертекс один сразу же падает он с моим ботом уже как вы видите расправился и я прекрасно понимаю то что сейчас есть вероятность то что он пойдет на мою базу и мне она потому что база у меня абсолютно не защищенный отправляю здесь 4 альбатроса набрал я целый аэродром ошибку большую допускаю то что не ставлю запасной и здесь я принимаю решение выбивать ему авиазавод авиазавод я ему валю и сейчас он не может производить торов это прекрасно здесь поднимается вертекс начинает он это дело здесь принимать но я по моему ложь куда поставил плюс здесь дикобраз вертекс этот падает и большая большая ошибка то что у меня нету сейчас запасного аэродрома вот сейчас я это прекрасно только понимаю начинаю ставить вчера 22 чуть из-за этого не проиграли и я понимаю то что нужно его прессовать летит естественно два тора у бомбардировщиков нету топлива я их даже поднять не могу и это прям фиаско ребята это фиаско 1 альбатрос сразу же падает на год тройки аэродромы благо успели достроиться поднимается еще два тора здесь эти два летят и эти два тора сейчас будут бомбить скорее всего очередной аэродром до пробивают они 12 удается сохранить ну а я тем временем альбатросов заправил и пробомбил ему один аэродром 2 к сожалению не забрал и своим егэхамом захожу отсюда зевса здесь растянули щит остался позади выбила по моему здесь одну цеску если я не ошибаюсь и понимаю что нужно отступать потому что здесь стоять в этом узком проходе вообще не вариант включаю разведку техники и принимаю решение занимать вот этот бугор по моему он едет здесь я решил зайти попробовать отсюда но понимаю что сейчас бомбанут тор и опять ухожу на центр здесь вот тайфун я палочничал думаю блин ну мало ресурсов конечно но все же нужно их забрать видим что летит снова 2 тора диких много один не долетает пробивает он этот аэродром но я успел пересадить альбатросов то есть не потерял их и мы продолжаем производить здесь у нас производится уже свежий и видим то что зевса щит идет вот сюда вот а ягуаров у меня тут кот наплакал по сравнению с тем сколько у него зевсов так они еще и под щитом у меня много диких а ягов не так уж и много включаем хамелеон и расставляю здесь широко на этом бугре понимаю что торы отбомбились авиазавод он явно еще не успел улучшить и не решается он атаковать то есть отступает я принимаю решение его попробовать догнать протачить видим здесь заблудившийся зевс его тоже забираем те же ресурсы и отправляем два альбатроса бомбить ему аэродром видите сколько зевсов то есть он два завода поставил но торов я почему-то не увидел куда делись торы непонятно видимо я их все сбил когда они возвращались то есть торов у него сейчас нету здесь мы что увидели то есть я увидел что он второй авиазавод ставит у него два завода штурмовых машин я понимаю что с одним авиазаводом малой вероятности его пробью включаем обслуживание авиации чтобы быстрее нас альбатросы заправлялись и по-прежнему держу вот этот бугор у меня full q но дикобразов против зевсов от них толку будет на самом деле мало выставил отсюда из дэшку по ложке выставляю и принимаю решение вот таким отрядом уйти здесь кстати идет атака на меня я здесь оставил 4 или 5 ягуаров и вот здесь бомбим мы альбатросами по зевса счету ну естественно не пробиваем и тут два ягуара но они просто беспомощны против такой армии приходится мне отступать но вот такой вот отрядик я увел вот сюда вот я решил зайти в тыл здесь позицию сдаю недоконтроль частично армии видимо вот эти вот юниты были не в отряде в общем и отступаю потому что дикобразов тоже нужно сохранить здесь глупое решение ставлю завод на переднюю линию с дэшки у меня не было вот сюда вот выкинуто ну и сидим на обслуживании авиации как истинные конфедераты надежда сейчас только на альбатросы он это прекрасно тоже понимает что на земке мне не так уж и много и решает меня оттачить я здесь был отвлечен вот на этот отряд понимал то что нужно заходить и оттачить его иначе он меня сейчас забомбит идет здесь огромный зевс и щит вылетая своими альбатросами попадание в яблочко опять же пробиваем часть зевсов раскладываю здесь два ягуара включая хамелеон и пытаюсь встретить эту армию фокусим щит здесь гренов по моему даже да с казармы делаю выбивает он один авиазавод выбирая выбивает завод штурмовых машин естественно щит поехал вокруг холма как и хамелеон иногда любит это делать ну и пытаюсь я встретить вот эту армию тем временем захожу отсюда своим яга хамом 4 ягуара 2 дикобраза и 2 хамелеона поднимает он здесь вертексы их 5 штук против видимо альбатросов он решил торов не делать засвечивает меня здесь пехота в туман здесь пытаюсь отбиться пехотинцами гранатометчиками тут отряд потихонечку сыпется но вертексы тоже кончаются и я понимаю то что нужно сейчас отступать скорее всего стрелял он тоже сейчас отвлекся то есть все это время зевса стреляли вот в эту точку ну и здесь альбатросы просто аннигилирует этот отряд остается здесь один полудох и щит и мы его добираем здесь тем временем вертексы по-прежнему получают от дикобразов ягуаров там не осталось и я принимаю решение сохранять этих двух диких плюс пару хамелеонов ну и снова до заказ начинаем отправлять вот сюда стрекозу уже делал чтобы ну спамом отбиваться потому что тайфунов не было ну и у нас уже как бы пять альбатросов за это время накопилось я увидел то что много вертексов сейчас буду производить побольше дикобразов скорее всего и здесь я бомблю ему 1 авиазавод в 4 альбатроса пробиваем его подгоняю всю армию сюда включая голод воздух и вертексы сразу же здесь начинают получать 2 уже упала плюс здесь дает дикобразы до заказ идет 3 падает ну и я думаю сейчас этот тоже благополучно упадет нет смотрите вернулся в общем ягуаров немного но диких много будем сейчас кататься выбивать его чисто альбатросами и вертексов сажать именно дикобразами под хамелеоном до заказ весь идет сюда повторюсь ну и пока что в принципе мы выигрышном положении опять же включая отслуживание авиации голдовые здесь куда-то он полетел опять два тора нашел но я поднимаю уже альбатросов увидел то что он вылетает благодаря вот этому пехотинцу и поднимая успеваю поднять этих альбов тары здесь начинают получать от этих дикобразов один благополучно падает и здесь я пробиваю ему еще один авиазавод который был до торов по моему теряю одного тора ну и отступая опять же голд воздух вертекс сразу же подлавливается плюс здесь еще два альбатроса вылетели я пробомбил ему аэродром по моему один ну и у него в принципе сейчас авиации фактически нету произвести он ее тоже не может ну а я коплю ее у нас шесть торов уже full q сидим опять же на обслуживании и сейчас я так думаю будет финальная атака скорее всего давайте смотреть то есть дожидаюсь и альбатросов опять летят тары бомбят на центр но я с центра съехал диких здесь много повторюсь тор этот ладно чего не упал даже включаем атаку и полетели полетел я в две тройки идет зевс и щит вот сюда вот армию я соответственно наземную отвожу и выбиваю ему завод штурмовых машин выбиваю первый выбиваю ему второй завод до зевсов остается у него здесь один авиазавод до вертексов здесь запасной стоит здесь тем временем я разложился щит сразу же ему выцелил он у него один был и здесь остаются зевсы стреляет он в молоко выбивает один хамелеон но ягуары пока что все целые и эту наземку мы благополучно в принципе раскидываем понимаю то что он без щита сейчас начинает отступать и решаю вообще вот зайти отсюда поднимаются опять же вертексы на засвет выбивает здесь трекозу в диких море ставится казармы на переднюю линию но у меня и пехота здесь в этом отряде есть выбиваем эти казармы сразу же здесь ягуар у нас заблудился понимаю то что торов нету валим административку и снова у нас летят альбатросы уже добивать скорее всего его базу на пробиваем здесь аэродром и здесь еще четверка о пятерка даже летит уже валить вот эти два завода скорее всего да оба мы забираем ну и сами понимаете здесь уже игрок сдался то есть бой закончен давайте переходить к третьей карте короткий бой ну и третий бой у нас на карте шелковый путь против стратега давайте мотать самый короткий бой здесь конечно и ранг тоже нужно учитывать то что все-таки 23 пошел сбор ресурсов ящики выпали на стороне конфедерата но я умудрился забрать даже вот эти все ящики полностью но стратег тоже не промах он забежал вот вы на эти бугры и обобрал их то есть принципе я мог вообще экономическое преимущество урвать то есть не вот эти тайминги да видите прекрасно я думаю сейчас у нас там 310 уже четвертый штаб будет стоять не то что он улучшается он уже готов на третьей минуте доставляю потихонечку цески и выходим в хамелеона здесь меня бот пробежал разведал то есть третий штаб ничего здесь такого критичного я не увидел увидел 6 цесок стратег видимо понял то что по ресурсам просел решил через 6 отыграть может здесь конечно а нет в руку вот все 7 производится у нас дикобразы производится 1 хамелеон и также ставим авиазавод есть у нас уже два ягуара три дикобраза первый хам там на 5 15 лет он появился ну и здесь вот меня решил протачить бот выбиваем эти крепости поднимается вертекс на засвет но не успевает и выдвигаемся выбивать бота опять же бежит отряд отступаем чтобы не светиться чтобы вертекс нас не ломанули группируемся здесь с до заказом 2 хамелеон ну и начинаем пробивать бота стратег не пошел в размен он решил помогать своему боту то есть отправляет сюда пару зевсов но зевс обещает мясо то есть они плюс а грится требуют контроля определенного пехота он сюда тоже спамят определенно конечно он меня задерживает здесь но также тратит на это ресурс плюс здесь вот бот мой помогает и появляется первый торт пробивает он частично подъезжают сюда 4 зевса начинает он стрелять принудительно я отступаю здесь гранатометчики от моего бота помогают плюс ягуары на дальней дистанции снова появляется тор много армия на самом деле потерял пробиваем пробиваем соответственно его зевсов боту тоже не даем окрепнуть постоянно его прессуем и начинаем мансить потому что одно четкое попадание может сделать огромный перевес я и так уже армии много потерял ухожу сюда на бугор здесь прям фатальная мимо в три тора я понимаю это прекрасно тем временем у меня уже есть два альбатроса производится 3 здесь постоянно группируюсь до заказом делаю больше дикобразов и продолжаем нагнетать бота снова летит тор вы пробивает он здесь одного хамелеона но у меня подъезжает свежий здесь соответственно я бомблю ему аэродром с двумя торами забираем их и видим что здесь еще один аэродром есть на нем также есть тор и идет спам пехоты и зевсов на подмогу своему боту продолжаю пробивать здесь стратег видимо переключился на что-то скорее всего на авиацию еда летит он одиночным тором видимо это разведка бомбить ну это чисто разведка я так думаю было ставлю запасной аэродром видим то что летит опять же два тора и не успевая я пересадить своих альбатросов но два тора не пробивают мой аэродром на голд воздухе здесь тем временем по-прежнему идет поединок на земке бот со своими огнеметчиками пехоты помогает стратег отбивает все это дело на разведке техники переезжаю снова летит одиночный тор бомбить на этот проход не попадает сейчас он скорее всего будет сбить дикобразами нет если в голд воздух подключил сбил бы ну и видим то что конфедерата появляется щит здесь идет на подмогу мой бот я включаю ему хамелеона видим то что вот зеленый снова начинает отстраиваться выбиваем последних зевсов от стратега и продолжаем пробивать бота сейчас снова нужно будет переезжать что я и делаю сразу же мы маневрируем потому что очевидно будут торы до тор бомбит промахивается опять же сейчас он будет раздамажен конкретно захожу уже сюда здесь парочку тайфунов стоит снова летит два тора выбивает одного ягуара одного дикобраза разложил себя ближе к бугру но тем временем я пробил аэродром 1 авиаз нет аэродром я снес но аэродром оказался пустой в это время бота я тем временем здесь добиваю и если я не ошибаюсь сейчас стратег по моему уже сдастся здесь он летит опять одним тором добирает мне аэродром но этот аэродром был пустой здесь уже полноценное пробитие идет ну а здесь помогает мне уже бот напрягать самого игрока штаб я здесь свалил зевси без управления ну здесь я говорю стратег уже сдался но в турнире непонятно сдался игрок или нет и здесь уже я чисто бомблю аэродром и то есть пробиваем 1 засветил торов едва альбатроса отправляя уже на аэродром именно сторами очень забираем их ботом и снесли но я говорю по таймингу стратег там на 12 или 13 минут уже сдался когда понял что бота я пробил я об этом не знал ну и я продолжаю соответственно здесь еще играть в общем добираем последний аэродром вот здесь я уже понял что игрок сдался и поэтому играю без бустов такие вот три карты такие бои происходят то есть неоднозначно на самом деле чей турнир просто одно попадание торами может переломить исход боя и конфедерат на самом деле резко из проигрышного положения выйдет в выигрышное положение надеюсь видео оказалось полезным из мощных боев это все но я говорю еще один слив был от ассасину но там по своей тупости вот этот бой то есть я пробивал бота и я видел то что он идет рашем молотов на мою базу но понадеялся то что отобьюсь пехотой а там приехала около 25 наверно молотов минимум и естественно это пехота просто-напросто не остановила у меня и гхм full кобл стою такой спокойно добиваю бота надо было отступать выбивать молотов и уже продолжать атаковать ладно всем удачи всем спасибо за просмотр всем пока